Виталий Бианки. Красная горка. Чик был молодой красноголовый воробей. Когда ему исполнился год от рождения, он женился на Чирике и решил зажить своим домком. — Чик, — сказала Чирика на воробьином языке, — Чик, а где же мы устроим себе гнездо? — Ведь все дупла в нашем саду уже заняты. — Эка штука, — ответил Чик, — тоже, конечно, по-воробьином. — Ну, выгоним соседей из дома и займем их дупло. Он очень любил драться и обрадовался такому удобному случаю показать Чирике свою удаль. И раньше, чем робкая Чирика успела его остановить, он сорвался с ветки и помчался к большой рябине с дуплом. Там жил его сосед, такой же молодой воробей, как Чик. Хозяина около дома не было. — Заберусь в дупло, — решил Чик. — А когда прилетит хозяин, буду кричать, что он хочет отбить у меня дом. Слетятся старики, и вот зададим соседу. Он совсем забыл, что сосед женат, и жена его уже пятый день мастерит гнездо в дупле. Только Чик просунул в дырку голову — раз! Кто-то больно щелкнул его по носу. Пискнул Чик и отскочил от дупла. А сзади уже мчался на него сосед. С криком сшиблись они в воздухе, упали на землю, сцепились и покатились в канал. Чик дрался на славу, и соседу его приходилось уже плохо. Но на шум драки со всего сада слетели старики-воробьи. Они сейчас же разобрались, кто прав, кто виноват, и задали Чику такую встрепку, что он не помнил, как и вырвался от них. В себя пришел Чик в каких-то кустах, где прежде ему никогда не случалось бывать. Все косточки у него ныли. Рядом с ним сидела перепуганная Чирика. — Чик! — сказала она так грустно, что он верно бы расплакался, если б только воробьи умели плакать. — Чик! Мы теперь никогда больше не вернемся в родной сад. Где мы выведем теперь детей? Чика сам понимал, что ему нельзя больше попадаться на глаза старикам-воробьям. Они забьют его насмерть. Все-таки он не хотел показать Чирике, что трусит. Поправил клювом свои растрепанные перышки, немножко отдышался и сказал беспечно. — Легка штука. Найдем себе другое место. Еще получше. И они отправились, куда глаза глядят, искать себе новое место для житья. Только вылетели они из кустов, как очутились на берегу веселой голубой реки. За рекой поднималась высокая-высокая гора из красной глины и песка. Под самой вершиной обрыва виднелись множество дырок и норок. У больших дырок сидели парочка мигалки и рыжие соколки-пустельги. Из маленьких норок то и дело вылетали быстрые ласточки-береговушки. Целая стая их легкой точкой носилась над обрывом. — Смотри, как у них весело! — сказала Чирика. — Давай мы устроим себе гнездо на красной горке. Чирик с опаской поглядел на соколков и галок. Он думал, хорошо, береговушкам. Они сами копают себе норки в песке, а мне чужое гнездо отбивать. И снова у него заныли сразу все косточки. — Нет, — сказал он, — тут мне не нравится. Такой шум прямо оглохнуть можно. И они полетели дальше. Дальше была роща, а за рощей домик с дощатым сараем. Чик и Чирика опустились на крышу сарая. Чик сразу заметил, что тут нет ни воробьев, ни ласточек. — Вот где же тьё-то! — радостно сказал он Чирики. — Гляди, сколько разбросано по двору зерна и крошек. Мы будем тут одни и никого к себе не пустим. — Чшшш! — шикнула Чирика. — Смотри, какое страшилище! Там, на крыльце! И правда, на крыльце спал толстый рыжий кот. — Эка штука! — храбро сказал Чик. — Что он нам сделает? Гляди, вот как я его сейчас! Он слетел с крыши и так стремительно понёсся на кота, что Чирика даже вскрикнула. Но Чик ловко подхватил у кота из-под носа хлебную крошку и раз-раз опять уже был на крыше. Кот даже не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и зорко поглядел на забияку. — Видела? — хвастал Чик. — А ты боишься! Чирика не стала с ним спорить, и оба принялись искать удобное место для гнезда. Выбрали широкую щель под крышей сарая. Сюда принялись они таскать сначала солому, потом конский волос, пух и перья. Не прошло и недели, как Чирика положила в гнездо первое яичко, маленькое, всё в розовато-бурых пестринках. Чик был так рад ему, что сложил даже песенку в честь своей жены и себя самого. Чирик-Чик-Чик, Чирик-Чик-Чик, Чики-Чики-Чики-Чики-Чики-Чики-Чирики. Песенка эта решительно ничего не значила, зато её так удобно было распевать, прыгая по забору. Когда в гнезде стало шесть хичек, Чирика села их высиживать. Чик полетел собирать для неё червячков и мух, потому что теперь её надо было кормить нежной пищей. Он замешкался немного, и Чирике захотелось поглядеть, где он. Только она высунула нос из щели, как с крыши протянулась за ней рыжая лапа с растопыленными когтями. Рфанулась Чирика, и целый пучок перьев оставила в когтях у кота. Ещё чуть-чуть, и была бы её песенка спета. Кот проводил её глазами, запустил в щель лапу и выволок разом всё гнездо, целый ком соломы, перьев и пуха. Напрасно кричала Чирика, напрасно подоспевший Чик смело кидался на кота. Никто не пришёл им на помощь. Рыжий разбойник приспокойно съел все шесть их драгоценных яичек. Ветер поднял пустое лёгкое гнездо и скинул его с крыши на землю. В тот же день воробьи навсегда покинули сарай и переселились в рощу, подальше от рыжего кота. В роще им скоро посчастливилось найти свободное дупло. Они снова принялись таскать солому и целую неделю трудились, строили гнездо. В соседях у них жили толстоклёвый зяблик с зеблихой, пёстрый мухолов с мухоловкой и фронтоватый щегон со щеглихой. У каждой пары был свой дом. Пищи хватало всем, но Чик успел уже подраться с соседями просто так, чтобы показать им, какой он храбрый и сильный. Только зяблик оказался посильнее его и хорошо потрепал забияку. Тогда Чик стал осторожнее. Он уже не лез в драку, а только топорщик перья из-за дириста чирикал, когда мимо пролетал кто-нибудь из соседей. За это соседи на него не сердились. Они и сами любили похвастать перед другими свои силы и удали. Жили спокойно, пока вдруг не стряслась беда. Первый поднял тревогу зяблик. Он жил дальше других от воробьёв. Но Чик услышал его громкое тревожное «Рюм-пинь-пинь! Рюм-пинь-пинь!» «Скорей, скорее!» — крикнул Чик чирики. «Слышишь, зяблик запинкал! Опасность!» И правда, кто-то страшный к ним приближался. После зяблика закричал щегол, а там и пёстрый мухолов. Мухолов жил всего за четыре дерева от воробьёв. Если уж он увидел врага, значит враг был совсем близко. Чирика вылетела из дупла и села на ветку рядом с Чиком. Соседи предупредили их об опасности, и они приготовились встретить её лицом к лицу. В кустах мелькнула пушистая рыжая шерсть, и лютый враг их, кот, вышел на открытое место. Он увидел, что соседи уже выдали его воробьям. Ему теперь не поймать чирику в гнезде. Он злился. Вдруг кончик его хвоста зашевелился в траве, глаза прищурились. Кот увидел дупло. «Что ж, ведь и полдюжины воробьиных яиц неплохой завтрак». И кот облизнулся. Он скарабкался на дерево и запустил в дупло лапу. Чика-чирика подняли крик на всю рощу, но и тут никто не пришёл к ним на помощь. Соседи сидели по своим местам и громко кричали от страха. Каждая пара боялась за свой дом. Кот зацепил когтями гнездо и вытащил его из дупла. Но в этот раз он пришёл слишком рано. Яиц в гнезде не оказалось. Сколько он не искал. Тогда он кинул гнездо и сам спустился на землю. Воробьи провожали его криком. У самых кустов кот остановился и обернулся к ним с таким видом. Точно хотел сказать. «Погодите, миленький, погодите. Никуда вы от меня не денетесь. Устраивайте себе новое гнездо, где хотите. Выводите птенцов, а я приду и слопаю их, да и вас заодно». И он так грозно фыркнул, что Чика вздрогнула от страха. Кот ушёл, а Чик с Чирикой остались горевать у разорённого гнезда. Наконец Чирика сказал. «Чик, ведь через несколько дней у меня непременно будет новое яичко. Летим скорей, найдём себе местечко где-нибудь за рекой. Там уж кот не достанет нас». Она и не знала, что через реку есть мост, и что кот частенько хаживает по этому мосту. Чик этого тоже не знал. «Летим», — согласился он. И они полетели. Скоро очутились они перед самой красной горкой. «К нам, к нам летите!» — кричали им береговушки на своём, на ласточкином языке. «У нас на красной горке житьё дружное, весёлое!» «Да!» — крикнул им Чик. «А сами драться будете!» «Зачем нам драться?» — отвечали береговушки. «У нас над рекой мошек на всех хватает. У нас на красной горке пустых норок много. Выбирай любую!» «А пустельги, а галки!» — не унимался Чик. «Пустельги ловят себе в полях кузнечиков и мышей. Нас они не трогают. Мы все в дружбе!» И Чирика сказала. «Летали мы с тобой, Чик, летали. А краше этого места не видели. Давай тут жить!» «Что ж», — сдался Чик. «Раз норки у них есть свободные и драться никто не будет, можно и попробовать!» Подлетели они к горе неверно. Ни пустельги их не тронули, ни галки. Стали себе норку по вкусу выбирать, чтобы и не очень глубокая была, и вход пошире. Нашлись такие две рядом. В одной они гнездо выстроили, и Чирика высиживать села, а другой в другой Чик ночевал. У береговушек, у галок, у соколков, у всех давно уже вывелись птенцы. Одна Чирика терпеливо сидела в темной своей норке. Чик с утра до ночи таскал ей туда еду. Прошло две недели. Рыжий кот не показывался. Воробьи уж и забыли о нем. Чик с нетерпением ждал птенцов. Каждый раз, как притаскивал он Чирики, червяка или муху, он спрашивал, «Тукают?» «Нет еще, не тукают. А скоро будут?» «Скоро, скоро!» – терпеливо отвечала Чирика. Однажды утром Чирика позвала его из норки. «Лети скорей! Один тукнул!» Чик сейчас же примчался в гнездо. Тут он услышал, как в одном яйце птенчик чат слышно тукал в скорлупу слабым клювиком. Чирика осторожно помогла ему, надломила скорлупку в разных местах. Прошло несколько минут, и птенчик показался из яйца. Крошечный, голый, слепой, на тоненькой-тоненькой шейке моталась большая голая голова. «Да какой он смешной!» – удивился Чик. «Совсем не смешной!» – обиделась Чирика. «Очень хорошенький птенчик! А тебе нечего тут делать. Бери вот скорлупки да закинь их куда-нибудь подальше от гнезда. Пока Чик относился к скорлупке, выклевался второй птенчик и начал постукивать третий. Вот тут-то и началась тревога на красной горке. Из своей норки воробьи услышали, как пронзительно вдруг закричали ласточки. Чик выскочил наружу и сейчас же вернулся с известием, что рыжий кот карабкается по обрыву. «Он видел меня!» – кричал Чик. «Он сейчас будет здесь и вытащить нас вместе с птенцами! Скорей, скорей, летим прочь отсюда!» «Нет!» – грустно ответила Чирика. «Никуда я не полечу от маленьких моих птенчиков. Пусть будет, что будет!» И сколько ни звал Чик, она и с места не тронулась. Тогда Чик вылетел из норки и стал, как сумасшедший, кидаться на кота. А кот лез и лез по обрыву. Тучи велись над ним ласточки. С криком летели на выручку к ним галки и пустельки. Кот быстро вскарабкался наверх и уцепился лапой за край норки. Теперь ему оставалось только просунуть другую лапу за гнездом и вытащить его вместе с Чирикой, птенцами и яйцами. Но в эту минуту одна пустелька клюнула его в хвост, другая — в голову, и две галки ударили в спину. Кот зашипел от боли, повернулся и хотел схватить птиц передними лапами. Но птицы увернулись, и он кубарем покатился вниз. Ему не за что было уцепиться. Песок сыпался вместе с ним, и чем дальше, тем скорее, чем дальше, тем скорее. Птицам стало уже не видно, где кот. С обрыва неслось только облако красной пыли. Плюх! И облако остановилось над водой. Когда оно рассеялось, птицы увидели мокрую кошачью голову посредине реки, а сзади поспевал Чик и клевал кота в затылок. Кот переплыл реку и выбрался на берег. Чик и тут от него не отстал. Кот был так напуган, что не посмел схватить его, задрал мокрый хвост и галопом помчался домой. С той поры ни разу не видели на красной горке рыжего кота. Чирика спокойно вывела шестерых птенцов, а немного погодя и еще шестерых. И все они остались жить в свободных ласточкиных гнездах. А Чик перестал задирать соседей и крепко подружился с ласточками. Субтитры создавал DimaTorzok